Приветствую вас. Давайте разберегаем ваш вопрос. Попал в созависимые отношения от мужчины. Отношения онлайн. Год якобы строим отношения, но онлайн. Ни звонков, ни встреч, ни разу. У него куча причин. То работа, то пять месяцев болеет коронавирусом и как не пойдет сдавать анализ, тест положительный, но никак не можем встретиться. Частой манипуляцией, то брошу, то обидеться, то молчу, то обидеться на то, что не реагирую на его молчание. Все понимают, но никак не могу разорвать эти отношения. Очень нравится картинка, которая нарисовалась. У меня с ним дома путешествия, такая команда сейчас. Все начало осознавать. Уже я даже не отрицаю мысль, что ничего кроме обещания не будет, но эмоционально без него трудно. Даже не столько без него, сколько горько, что вот эта картина будущего разрушилась. Ее не будет. И полная уверенность, что уже ничего никогда хорошего в моей личной жизни не будет. Все 47 лет. Какое счастье. Поезд ушел. Уговаривают себя, что есть работа, ребенок, друзья, но легче не становится. Будущее видится только в сером свете. Ну, что же здесь хочется сказать. Ну, во-первых, вы действительно, действительно вы делаете прогресс. В смысле того, что вот то, как вы понимаете ситуацию, то, как вы ее осознаете, это действительно прогресс. Это хорошо. С другой стороны, не просто так вы начали общение онлайн. Вот. Ну, я полагаю, что речь идет о сайте знакомств. То есть не просто так вы начали общаться на сайте знакомств с мужчиной. Значит, для этого, скорее всего, были какие-то основания. Люди идут на сайте знакомств, как правило, когда боятся по той или иной причине встречаться в реальной жизни. Люди идут на сайте знакомств, когда у человека недостаточно возможностей для того, чтобы создавать что-то общее с человеком. И по поводу этого общего взаимодействовать. Ваша картинка, как картинка семьи, дома, путешествий, команды. Создается ощущение, что эта картинка является проекцией вашей потребности. Потребности в безопасности и потребности в чувстве собственной значимости, в чувстве собственной реализации. Я думаю, что вы действительно можете оставить эту картинку, как сказал мой коллега. Только необходимо понимать, что за потребности лежат в ее основе. И иметь несколько возможностей ее реализовать. Я думаю, вы сами понимаете, что мужчину вы воспринимаете здесь не как личность. Это невозможно, в силу того, что вы ни разу не виделись, и даже если, как я понял, не разговаривали голосом. Вы видите мужчину исключительно как средство для достижения своих целей. Мужчины это знают. Мужчины знают, что он вам нужен. Поэтому он манипулирует вам. Если бы он не ощущал себя средством для достижения ваших целей, манипуляции не были бы эффективны. Дальше. Вы подвержены стереотипам. Что 47 лет, жизнь кончилась. Ничего хорошего в личной жизни вашей не будет. Это не так. Другое дело, что есть деструктивные паттерны поведения. Вашего поведения. Которые повлияли, например, на то, что вы сейчас не с мужчиной. Отцом вашего ребенка. Возможно, по той же причине, что вы пытаетесь создать идеальную семью. Дело в том, что за погоней к семье, за стремлением, точнее, к семье, забывается самое главное, забывается то, какой я. Вот и вы ставите на себе крест. Пытаетесь раствориться в другом человеке, слиться с ним, понимаете. Притом обесценивая себя. Отсюда и созависимость. Ведь не просто так у вас появилась картинка семьи, путешествий, дома. Обратите внимание, отсутствует сам человек. Отсутствует его фигура. Его фигура, как личности, здесь не главное. Не главное здесь желание что-то для него делать. А ведь это вполне возможно даже онлайн. Даже онлайн мы можем что-то делать для человека. Оказывать ему знаки внимания. С чем-то делиться. Говорить какие-то приятные вещи. Или не очень приятные, если мы считаем, что это поможет человеку. Если мы считаем, что нам это важно. Но ничего этого вам делать не хочется. Такое ощущение, что... Как будто бы вся ваша деятельность с ним это именно нацеленность на создание этой картинки. И вот это, пожалуй, является самым главным моментом. Отношение с человеком это не стремление к какой-то картинке, к какому-то состоянию. Отношение с человеком это течение. Неизвестно, куда оно приведет. Может быть, оно приведет вас к чему-то хорошему. Может быть, приведет вас к чему-то плохому. Пробудете вы вместе два года или двадцать лет. Никто этого не знает. Но вы пытаетесь в данном случае это проконтролировать. Я в картинке вам больно отказываю. Не просто так. Потому что сами для себя вы когда-то решили, что я могу это все получить только с мужчинами. Понимаете, да? И плюс еще, конечно, довольно серьезную роль играет то, что вы обладаете некоторыми комплексами. По типу того, что ну, сама по себе я ничего не шел. Или самой для себя мне ничего не нужно. Понимаете, может быть, это и так. Может быть, вам действительно самой для себя ничего не нужно. В таком случае, если вы готовы отдавать, отдавать. Найдите то в себе, что вы готовы отдавать, чем вы готовы делиться. И найдите того или тех, кто готовы будет это принимать. А сейчас получается, что мужчине не особо нужно то, что вы готовы ему дать. А вы не особо уверены в том, что готовы этот аббонат. Понимаете, да? Таким образом, получается, что здесь даже не зависимость от мужчины, а здесь зависимость от картинки. Картинка для вас это как способ решить ваши проблемы. Способ доказать тебе, что нет, не все кончено. Что вы еще на что-то способны. что вы чего-то стоите. И так далее. Если мы говорим о любви, то, конечно, то, что происходит, это отражение. Это отражение вашей нелюбви к себе. То есть, вы себя не любите. А можете любить себя только через кого-то. Ну, то есть, вот меня любит мужчина, и окей, я себя люблю. Я становлюсь зависимым таким образом от любви другого человека. Я начинаю искать его любви, требовать его любви, манипулировать, чтобы получить эту самую любовь. и, конечно же, подобная подоплека влияет на модель поведения. Влияет на модель выстраивания диалога, что, в свою очередь, притягивает похожих людей. для примера, я бы никогда не стал строить человеком такие планы, по типу дома, команды, семьи и прочее. Я не знаю, захочу я этого или нет. Я знаю то, чего я хочу, например, сейчас, но я не знаю, что я захочу завтра. А для вас неопределенность, скорее всего, достаточно болезненная. Вы хотите гарантии. Вы стремитесь к этим гарантиям, а их нет. Точнее, они есть, но они есть внутри вас. Вы их не слышите. Отсюда такие проблемы. Я думаю, именно с этими вещами вам и предстоит работать с психологом, потому что ваш текст, в нем отсутствует, кстати говоря, вопрос, в нем отсутствует запрос, вы как будто просто поделились, но ваш текст это запрос на психотерапию, на регулярную психотерапию. Если вы хотите меняться, если вы готовы менять свою жизнь, начинать это нужно делать прямо сначала. С другой стороны, в вашем тексте чувствуется боль. Много боль. Я полагаю, что обголоски этих болей идут еще из тех отношений, которые были до тех отношений, с которыми у вас сейчас ребенок. Может быть и нет, но то, что боли, какой-то обиды может быть, довольно много, это факт. И оставлять это в ником случае нельзя. Прожив это, выразив это, чтобы вас это не разрушало, вы сможете двигаться дальше. Пока вы этого не сделали, само собой, двигаться дальше у вас не получится. Ну, а как? Как можно двигаться дальше, если вот вам это мешало? благодаря чему? Благодаря чему становится возможна манипуляция? Благодаря размытым личным границам, конечно же. то есть если у человека личные границы не простроены, а у вас они на мой взгляд не простроены, то таким человеком легко манипулировать. К сожалению. Вот вами манипулирую. Это неприятно, да. Это больно. Даже. Тем не менее, и это можно корректировать. Было бы только ваше желание. И потому я хотел бы вас спросить, а есть ли у вас желание над собой работать? Мне это очень интересно. Есть ли у вас такое желание? Хотите ли вы над собой работать? Пока что, как вы понимаете, я этого не знаю. Все, что у меня есть, это ваш текст, который не совсем дает, скажем так, представление о том, чего вы хотите. А может быть, вы и сами не определились до конца, чего вы хотите. Понимаете, да? Поэтому начните с того, чтобы сформировать свой запрос, свой запрос к психологу. Начните с этого. А после начинайте над этим запросом работать. Имейте, пожалуйста, в виду, что запрос является трамплином. То есть запрос это трамплин для исследования, для изучения себя. Поэтому излишне центрироваться на запросе не стоит. А вот рассматривать его как шажок к более полному пониманию себя очень дальше. Согласитесь, это могло бы быть интересно. Как думаете? Ну, всякое интереснее, чем то, например, чему вы уделяете внимание сейчас. Сейчас вы уделяете внимание человеку, которому вы скорее всего не особо нужны. на этом все. Я надеюсь, что мой ответ дал вам пищу для размышления. Надеюсь, что это было интересно и полезно для вас. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Продолжение следует...